Страница 543. Святого Иоанна Лескинсника. Борьба с Киславием. 26. Когда хвалители наши, или лучший сказатель, стесы, начнут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество грехов наших и суд Божий, нисходный с человеческим. И увидим, что мы недостойны того, что говорят или делают в честь нам. 27. 28. Простые сердцем не очень подвержены отравлению этим ядом, ибо в тщеславии есть погубление простоты и притворное жительство. 29. Часто случается, что червь, достигший полного возраста, получает крылья и возлетает на высоту. 30. Так и тщеславие, усилившись, рождает гордость всех зол начальницу и завершительницу. 31. Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление бестядия. 32. Средина – освещение всех мысленных прирожений тщеславия. 33. А конец, если только есть конец в бездне, без смущения при других делать то, что служит в бесчестье. 33. Утаивай благородство своей и не величайся своей знатностью, чтобы не быть себе по словам в одном, а по делам в другом устроении. 34. Видел я неискусного ученика, который в присутствии некоторых людей хвалился добродетелями своего учителя и, думая, присвоить себе славу от чужой пшеницы. 35. Приобрел вместо того одно бесчестье, когда все сказали ему «Как же доброе дерево произвело бесплодные ветви!» 36. Тщеславие любит торжественно являться наседалистом многословия, молчание же уст упраздняет тщеславие. 36. Покоряющиеся бесу тщеславие подвергаются безвременным движениям похоти, когда, не освободившись временно от блудных помыслов, начинают много о себе думать. 37. Восставшие за это блудные движения приводят его к узрению кроющегося в глубине их сердца. 38. И научаясь прочее не приписывать бывающие иногда чистоты сердца собственному чечанию и усилию, следуя показания апостола, что ты имеешь, чего бы не получил, даром, или непосредственно от Бога, или полностью других и посредством их молитвы. 39. Молчание и безмолвие враги тщеславия, но если ты находишься в общежитии, то переноси бесчестье. 35. Если крайнее тщеславие есть, когда человек, не видя при себе никого, кто бы его хвалил и наедине обнаруживает тщеславные поступки, то признак совершенного не тщеславия есть, чтобы из присутствия других не окрадывать тщеславные мысли. 36. Борьба с гордостью. 37. Гордость есть отвержение Бога, презрение человека в матерь осуждения, иссядя похвал, отгнание помощи Божией, виновница падений, источник гнева, горький истязатель, пузыздел, судья бесцеловечный, противница Богу, корень хулы. 38. Начало гордости у коренья тщеславия, средина уничижения ближнего, бесстыдное проповедание о своих трудах, самохвальство в сердце, ненавидение обличения, а конец отвержения Божией помощи, высокомерное упование на свое тщание, бесовский нрав. 39. Видали я людей, устами благодаривших Бога, явили хвалившихся в мыслях своих. 40. Ясное доказательство на это представляет фарисей, когда он говорит «Боже, благодарю Тебя». 41. Где совершилось грехопадение, там прежде водворилась гордость, ибо гордость есть предвестница падения. 41. Высокомудрый монах сильно прикословит, а смиренно мудрый не только не прикословит, но и отея вознести не смеет. 42. Не преклоняется кипарис и не стелится по земле, так и высокосердый монах не может иметь смиренного послушания. 43. Если Бог гордым противится, то кто может помиловать их? 44. Если не цит пред Богом всяк высокосердый, то кто может очистить его? 45. Отвергающее обличение обнаруживает страсть гордости, а кто принимает то, тот разрешился от уз гордости. 45. Один мудрый старец увесчевал горделивого брата, но этот клепот своей душой сказал «Прости меня, отче, я совсем не горд». 46. Тогда мудрец старец возразил «Кем же ты, сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как неуверениями, что нет в тебе гордости?» 46. Людям гордого нрава полезнее всего быть в повиновении, проводить житие грубейшее и презреннейшее, и прочитывать повествования о пагубных последствиях гордости и сверхъестественных уврачеваниях от ней. 47. Стыдно тщеславиться чужими украшениями и крайне безумие гордиться Божьими дарованиями. 48. Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего, а те, которые ты исполнил прежде рождения, даровал тебе Бог так же, как и самое рождение. 49. Если ты исправлял какие-нибудь добродетели без помощи ума, то пусть они только и будут твоими, потому что и самый ум дарован тебе Богом. 50. И если ты без тела показал какие-нибудь подвиги, то они только и были от твоего тщания, ибо и тело не есть твое, оно творение Божие. 51. Не надейся на свои добродетели, пока не услышишь последнего о тебе изречения от судьи, ибо в Евангелии видим, что и возлежавший уже на брачной вечере был связан по рукам и по ногам, и во тьму кромешно извержен. 52. Да не пристанем сами себя испытывать и сравнивать жития нашего с житиям прежде нас, бывших святых отцов и святил, и найдем, что мы шагу еще не сделали, чтобы исти по следам жизни этих великих мужей, даже обета своего не исполнили как должно, но пребываем еще в мирском устроении. 53. Монах есть бездна смирения, в которую он не зринул и в которой потопил всякого злого духа. 54. От гордости происходит задвение согрешения, а память о них есть ходатая и смиренно мудрее. 55. Гордость есть убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что имеет свет. 56. Гордость подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи блестящему красотой. 57. Гордость не имеет нужды в бесе, искусителе. Он сам сделался для себя бесом и супостатом. 58. В гордых сердцах рождаются хульные слова, а в смиренных душах небесные видения. 58. Не знаю, как это бывает, что весьма многие из гордых, не зная самих себя, думают, что они достигли бесстрастия. 59. И уже при исходе из этого мира усматривают свое убожество. 59. Кто пленен гордостью, тому необходимо нужить чрезвычайная помощь Божья для избавления, ибо человеческий средство к спасению его безуспешны. 60. Хульные помыслы рождаются от гордости. Гордость же не допускает открытий к духовному Отцу. 61. Почему часто случается, что эта бедственность повергает иных в отчаяние и сервис всю надежду, их подобно черви, источивающему дерево. 61. Нет никаких помыслов, которые бы по причине гордости столь трудно было исповедать, как помысл хульный. 62. Поэтому нередко он во многих пребывает до самой старости. 63. Но между тем ничто так не укрепляет против нас бесов и злых помыслов, как то, что мы их не исповедуем, но таим в сердце, что питает их. 63. Никто не должен думать, что он виновен за хульные помыслы, ибо Господь есть сердцеведец и знает, что такие слова и помышления не наши, но врагов наших. 65. Научимся презирать духа хулы и отнюдь, не обращая внимания на влагаемые им помыслы, говорить ему «Отстань от меня, сатана! Господу Богу моему поклоняюсься и Ему единому служу! Болезнь твоя и слова твои, да обратятся на голову твою и наверх твой, да снизойдет хула твоя в нынешнем веке и в будущем». 66. Кто презирает этого врага, тот от мучительства его освобождается. 67. А кто и иным образом намерен вести с ним борьбу, тем он возобладает, хотящий победить духов словами, подобен старающимися запереть ветры. 68. Когда начнет в нас просветать святое смирение, когда начнем мы презирать всякую похвалу и славу человеческую. 69. Когда же оно созреет, тогда не только за ничто станем мы почитать свои добрые дела, но и менять их в мерзость, думая, что мы ежедневно прилагаем к бремени грехов своих, неведомых для нас расточением добродетелей. 69. Покаяние прилежные и плач очищены от всякой скверны. 70. Воздвигая храм смирения, сердце разрушает возгражденную на песке лачугу гордыню. 70. Признаки исчезновения гордости, водворения смирения суть, радостное подъятие поношений и уничижений, утоления ярости и неверования своим добродетелям. 70. Конец всех страстей, тщеславия и гордости для всякого невнимающего себя. 71. Истребитель за их смиренно-мудрия хранится жителя своего невредимым от всякого смертоносного яда страстей. 72. Смиренно-мудрый монах не любопытствует о предметах непостижимых, а гордый хочет исследовать и глубину судеб Господних. 73. К одному из растудительнейших братьев приступили бесы и ублажали его. 74. На этот смиренно-мудрый сказал им, «Если бы вы перестали хвалить меня в душе моей, то из отшествия вашего я заключил бы, что я велик. 75. Если же не перестанете хвалить меня, то из похвалы вашей вижу мою нечистоту, ибо нечист перед Господом всякий высокосердый. 76. Итак, или отойдите, чтобы я почел себя за великого человека, или хвалите, и я приобрету через вас великое смирение». 77. Этим обоюдоострым мечом рассуждения они так были поражены, что тотчас исчезли. 78. Иное дело превозносится, иное не превозносится, и иное смирение. 79. Один целый день судит, другой ни о чем не судит, но и себя не осуждает, а третий, будучи не повинен, всегда сам себя осуждает. 79. Конь, когда бежит один, то ему кажется, что он скоро бежит, но когда находится в бегу с другими, 80. Тогда опознает свою медленность, сравнивая себя с высшими и избежив самомнения. 81. Нечистые бесы тайно влагали похвалу в сердце одному внимательному подвижнику, но он, будучи наставляем божественным вдохновением, умел победить лукавство духа в такой благочестивой хитрости, написал на стене своей кельи названий высочайших добродетелей, 82. То есть совершенной любви, ангельского смирения, чистой молитвы, непленной чистоты и других подобных. 83. Когда потом помысл начинали хвалить, он говорил им «Пойдем на обличение», и подошедший к стене прочитывал написанные названия, присолкуплял «Когда и все эти добродетели приобретешь, зная, что ты еще далек от Бога». 84. Хочешь ли стязать неотступную любовь к молитве, прежде приобучи сердце не задирать всю жизнь погрешений, но при течении этого должна быть ненависть к тщеславию. 85. Если хотим постигнуть себя, да не пристанем сами себя испытывать и истязывать. 86. И если в истинном чувстве души будем держать, что каждый ближний наш превосходнее нас, то милость Божия недалека от нас. 86. Многие называют себя грешными, а может быть и в самом деле так о себе думают, но сердце искушается уничижением от других. 87. Кто говорит, что он осечает благовоние и смирение во время похвал, хотя мало движется сердцем, тот же не прещается, ибо он обманутся. 87. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, сказал некто в тюзке души. 87. Ибо он знал, что естество человеческое, будучи столь немощным, не может принимать похвалу безвредно. 87. От Тебе похвала моя в церкви великий, в будущем веке, а прежде того не могу принимать ее безопасно. 87. Естественное свойство лимонного дерева такое, что оно, будучи бесплодны, вверх принимает ветви. 88. А когда он ее наклонит, то они скорее бывают плодоносны. 89. Тяжавшие знания понимают это. 89. Если гордость некоторых из ангелов превратилась в бесов, то без сомнения смирение может и из бесов сделать ангелов. 90. И так додерзают падшие, уповая на Бога. 91. Ничто так не смиряет душу, как пребывание в нищете и пропитание подаянием. 91. Кто в беседе упорно желает защищать свое мнение, хотя бы оно было и справедливо, тот дознает, что он одержим дьявольским недугом гордостью. 91. И если он так поступает в беседе с равными, то может быть обличение старших и исцелить его. 92. Если же он обращается так с большими себя и мудрейшими, то люди не могут исцелить этой болезни. 92. Однажды спросил я одного из искуснейших старцев, каким образом послушание не имеет смирения? 93. Он ответил, благоразумный послушник, если и мертвый будет воскрешать, и дарование слез получит, и избавление от браний достигнет, всегда думает, что это совершает молитва отца его духовного. 93. И пребывает чужд и далек от суетного возношения. 94. Да и может ли он превозноситься тем, что, как сам сознает, сделал полностью другого, а не собственным старанием? 95. Находясь в общежитии, внимая себе и отнюдь не стараясь в чем-нибудь показываться праведнее других братьев. 95. Иначе ты сделаешь два зла. 96. Братьев уязвишь своей ложной и притворной ревностью, и себе дашь повод к высокоумию. 97. Будь ревностен, но в душе своей нисколько не высказываясь его во внешнем обращении, ни видом, ни словом каким-либо негодательным знаком. 97. Во всем будь подобен братьям, чтобы избежать высокоумия. 98. От ложного умиления рождается возношение и от истинного утешения. 98. Кто слезами своими внутренне гордится и осуждает в уме своем, не плачет чеш. 99. Тот подобен испросившему у царя оружие на врага своего и убивающему им самого себя. 50. Если кто замечает, что он легко побеждается превозношением и вспыльчивостью, лукавством и лицемерием, 51. И захочет и здесь против этих врагов обоюдоострый меч, кротости или злобия, 52. Тот пусть поспешит вступить как бы в деление спасения, в собор братьев, 53. И при том самых суровых, когда хочет совершенно избавиться от своих порочных навыков, 54. Чтобы там потрясаемые досадами, уничижениями и криволнениями братьев, 54. И ударяемые ими умственно, а иногда и чувственно удручаемые, попираемые и ударяемые цветами, 55. Он мог очистить ризы души своей от сущей в ней стверны. 55. Видел я, что гордость бывает причиной смирения, ибо плод над мнением есть падение в грех, 56. Грехопадение же для желающих спасить, а часто бывает поводом к смиренному мудрию. 56. Гордая душа есть раба страха. 57. Уповая на себя, она боится слабого звука тварей и самых пений. 57. Блудных могут исправлять люди, лукавых ангелов, а гордость исцеляет сам Бог. 58. Видимую гордость исцеляет скорбные обстоятельства, а невидимую прежде век невидимую. 59. Неусыпно наблюдай душевным оком за гордостью, ибо между обольщениями нет ничего губительнее этой страсти. 60. Если вид погибели, то из гордости есть то, когда кто возносится и малыми, и незначительными делами, то спасительный признак смирения есть иметь смиренный образ мыслей и при великих предприятиях исправлениях. 61. Мне когда я уловил эту безумную прелестницу в сердце своем, внесенную воное на раменах ее матери, 62. Счезав обеих узами послушания и биво их бечем смирения, я понуждал их сказать мне, как они вошли в мою душу. Наконец, под ударами они говорили, мы не имеем ни начала, ни рождения, ибо мы сами начальницы и родительницы всех страстей. Немало враждует на нас один из наших неприятелей — сокрушение сердца, рождаемое повиновением. Но кому-нибудь быть подчиненными — этого мы терпеть не можем. Поэтому-то мы и на небе, бывшими начальниками, отступили оттуда. 62. Кратко сказать, мы родительницы всего противного смиренно мудрю, а что тому с поспешистой, то нам сопротивляется. Впрочем, если мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от лица нашего. Мы весьма часто следуем за терпением поругания, за исправлением послушания и безгневия, и непомятозлобия, и служения ближним. Наше исчадие — суть падения мужей духовных — гнев, клевета, досада, раздражительность, вопль, хула, лицемерия, ненависть, зависть, прикословие, своенравие, непокорство. Есть одно нечто, чему мы не имеем силы противиться. Будучи сильной биемой тобой, мы скажем тебе и это. Если будешь искренне укорять тебя перед Господом, то презришь нас, как паутину. Ты видишь, говорила гордость, что конь, на котором я еду, есть тщеславие. Преподобное же смирение и самоукорение. Посмеются коню и всаднику его, и со сладостью воспоют победную ту песнь. Поем, Господи, славно бы прославился коня и всадника вверх в море. Исход 15.1. То есть в бездну смирения. 4. О, бесстрастии! Великолепие тверди — суть звезды, а украшение бесстрастия добродетели. 5. Бесстрастием называется и есть Тот, Кто плоть Свою соделал нераспеваемую страстней. Он возвысил превыше всякой твари, все чувства, покорил уму, душу же Свою представил лицу Господа, всегда простираясь к Нему даже и выше сил Своих. Некоторые говорят еще, что бесстрастие есть воскресение души и прежде воскресения тела, а другие, что оно есть совершенное познание Бога, познание с Богом. 2. После ангелов. 3. Это совершенное и никогда не завершаемое совершенство совершенных о Господе, как сказал мне некто, вкусивший его. Так, наконец, освещает ум и отторгает его от всего вещественного, что по достижении этого небесного пристанище большую часть жизни во плоти держит его в видении восторженном в небесное. 4. Есть бесстрастный и есть бесстрастного бесстрастнейший. 5. Ибо один сильно ненавидит зло, а другой ненасытно богатится добродетелями. 6. Чистота от целомудрия также называется бесстрастием и справедлива, ибо она есть в предначатии общего воскресения и не тление тленных. 6. Если знак совершенного порабостения страстям состоит в том, что человек скоро повинуется почти всем тайно скиваемым от бесов помыслам, то почитаю за признаки святого бесстрастия, когда, кто может не ложно сказать, с Давидом уклоняющегося от меня лукавого не познал. 7. И не знаю, как он пришел, а зачем приходил, и как ушел. 8. Я ко всему тому стал нечистителен, будучи весь соединен с Богом и надеясь всегда быть в таком состоянии. 9. Кто сподобился быть в этом устроении, тот еще здесь, обложенный бренной плоти, бывает храмом живого Бога, 9. Который руководствует его и наставляет во всех словах, делах и помышлениях, и он по причине внутреннего просвещения познает волю Господней, как бы слышал некоторый глаз, и, будучи выше всякого человеческого учения, говорит, когда я приду и явлюсь перед лицем Божиим. 10. Ибо не могу более сносить действо возделения небесного, но ищу той бессмертной красоты, какую ты даровал мне прежде, нежели впал я в плене. 11. Бесстрашный, что много говорить. 12. Не к тому себе живет, уже не сам живет, но живет в нем Христос. 13. Как сказал, подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру православную сохранил. 14. Из одного камня не составляется царский венец, так и бесстрастие не совершится, если вознеродим, хотя об одной какой-либо добродетели. 15. От послушания рождается смирение, от смирения же бесстрастие, которым завершается смирение. 16. Начало смирения – послушание, а бесстрастие, которое есть дочь смирения, совершает Матерь Свою. 17. Некоторые изнуряют тела свои для получения бесстрастия и богатства дарований, чудодействия и силы прозрения. 18. Но эти бедные не знают, что не труды, но более всего смирение есть Матерь этих благ. 18. Кто с добродетелей смирения сочетался браком, тот кроток, тих, удобо умилен, милосерден, наиболее же мирен, радостен, благопокорлен, беспечален, бодр, неленностен и, что много говорить, бесстрастен. 18. Потому что во смирении нашем помянул нас Господь, избавил нас от врагов наших, от страстей сфер наших. 19. Многие скоро получили прощение грехов, но никто скоро не приобрел бесстрастие, ибо для приобретения его нужно долгое время, многие труд любви и помощь Божья. 20. Святые преподобные отцы Варсонуфий и Иоанн, краткое сведение о них. 21. Святой Варсонуфий родом был египтянин. 22. С юных лет горел он желанием вести подвижническую жизнь. 23. Проходя однажды мимо Конского аресталища, он вошел в него, и видя, как там каждый старается обогнать другого, сказал себе мысленно, 24. Видишь, как усердно подвизаются искатели тленных венцов. 25. Никем ли более должны подвизаться мы, наследники Царства Небесного? 26. И ушел с этого зрелища еще более прежнего горя духом к подвижничеству. 27. Был ли он в какой обители в Египте, неизвестно. 28. Сказание указывает его иноком прямо в Палестине. 28. Пришедший в Иерусалим на поклонение святым местам, он остался здесь и сначала жил под руководством старца Маркела, а потом перешел в обители Авы Сирида, близ Газу. 29. Здесь, стремясь к высшему подвижничеству, он устроил себе малую келью вне обители и, затворившись в ней, наслаждался сладчайшим безмолвием. 29. В начале этого безмолвия ему приносили из обители только три хлебца в неделю. 30. Но как он предавался плачу и великую потерпал сладость от слез, то от ощущения этой неизреченной сладости нередко довольствовался только одним хлебцем, а многократно забывал вкушать и его. 31. Так вкушал он пищу иногда два раза в неделю, иногда один раз, ибо почасту восхищаем был к пище духовной, от сладости, которая забывала пища чувственной. 32. В течение времени, омывая себя всегдашними слезами, блаженный так очистил сердце свое от страстей душевных и телесных, что стал превыше стрел вражеских, приобрел мир помыслов, которые есть в нестилище дарования Святого Духа. 33. Приобрел и то, что в нем уснуло, или лучше сказать, умерло всякое страстное движение и мудрование, почему и назвал затвор своей гробницей. 34. С того самого времени, как он очистил сердце свое от страстей и сподобился быть храмом и жилищем Святого Духа, вследствие такой чистоты обогатился он высокотворным, истинным и совершенным смирением, по которому считал себя землей и теплом на деле, а не на словах только, и всегда говорил себе, кто я такой и кто считает меня за что-либо. 35. Через такое смирение сподобился он и большее из всех добродетелей рассуждение, которое дается от Бога иноку как управитель. 36. От рассуждения же великий Варсонусий удостоился получить прозрение, которым по изъяснению преподобного Петра Дамаскина постигаются мысленные и сокровенные сущности, чувственность и мысленность тварей. 37. Через прозрение же сподобился он получить дарование прозорливости и пророчества, видя происходящее вдали, как находящееся вблизи, и будущее, как настоящее. 38. Он узнавал также по благодати и сердечное расположение людей и отвечал вопрошающим его, не сообразуясь словами их, но сообразно с направлением их ума и мыслей. 39. Полагая же непрестанно по слову Божественного Давида восхождение в сердце своем к Богу и прилагая смирение к смирению, безмолвие к безмолвию и любовь к любви, удостоился он наконец достигнуть высочайшего дарования восхищения к Богу, 40. Которым возносился до седьмого неба, не на мечтательных крыльях мысли, но в неизреченной силе духа, и там получил благословение и видел неизреченное благо и тайны Царствия Божия, не зная, в теле ли он был или вне тела, подобно великому Павлу. 40. И дано ему было затем обильное дарование чудотворения, так что он мог воскрешать мертвых именем владыки Иисуса Христа, изгонять демонов, исцелять неисцельные болезни, совершать и другие силы и чудеса, и подобные Ильи, и заключать и отверзать небо. 41. Такие великие дарования сподобился получить из цель великого совершенства добродетели достигнуть великий ваосах варсонуфий. 42. Однако столь великие дарования и приобретены были им среди таких искушений, каких многие не только не могут претерпеть самым делом, но даже и слух их не в состоянии будет вместить их. 43. Равно и великим болезням подвергался приблаженный этот, но переносилось в такой доблестью, что, будучи болен, не только не восклонялся когда-либо на одр для своего успокоения, но даже не оставлял и рукоделия своего. 43. Жил этот святой в VI веке во времена царя Истиниана, и в течение целых 50 лет и более ни один человек не видел его. 44. Только однажды показался он несколько братьям и умыл им ноги для растения сомнений в его существовании. 45. И еще под конец жизни расставался он с дорогим ему безмолвием для блага церкви, когда Истиниан начал теснить, не принимавших учения, а фортадакетов, покровительствуемых им патриарх Иерусалимский. 46. Всей нужде уговорил этого Аву Великого отправиться к императору с ходатайством приложить гнев свой на милость. 47. Посольство имело успех. 48. Убежденный силой слова Аву, император остановил задуманное преследование непокорных, как ему казалось лично ему, и возвратил Иерусалимской церкви свое благоволение, прислав ей сварсонуфием дары. 48. Скончался великий Аву в 563 году, а иные, не определяя года, общеговорят, раньше 600 года. 49. Другой старец, преподобный Иоанн, проходил такое же безмолвное житие, как и в Арсануфии, и сподобился таких же, как и он, дарований духа, особенно же и по преимуществу дарования прозорливости и пророчества, почему и именовался пророком. 50. Откуда был родом и откуда пришел в эту обитель преподобный Иоанн, неизвестно. 51. Жил же он в первой келье великого Арсануфия, когда этот последний устроил себе другую, близ той же обители, и безмолвствовал в ней восемнадцать лет до самой своей конфины. 52. Никто не видал, чтобы он когда-либо улыбался, или был смущен, или без слез пресечался божественных тайн, как засвидетельствовал о нем игумен той обители. 53. По дару проведения преподобный Иоанн, предсказав многое другое, делом совершившееся, так как он предсказывал, предсказал о своей конфине, сказал об этом так. 54. В седминах Ава и Сирида я скончаюсь. Если бы Ава и Сирид прожил долей, я бы прожил еще пять лет. Но как Бог скрылся и от меня и взял его, то и я не проживу более. 55. Но так как Ава и Иоанн, тогда еще юный по летам, будучи пострижен и поставлен в игумена обители, не зная устал монастырских и как должно управлять братья, умолял блаженного Иоанна, хотя две недели подари мне, чтобы я мог попросить тебя касательно монастыря и управления им, то старый, сжалившись над ним и будучи подвигнут от живущего в нем Святого Духа, сказал, хорошо, я останусь с тобой еще на две недели. 55. И Ава и Иоанн спрашивали о всем, касающемся до управления общежитием. По окончании же двух недель преподобный призвал всю монастырскую братью и, приветствовав каждого особо, отпустил их в свои теле, а затем в мире предал Дух свой в руки Божии. 55. По окончании преподобного Иоанна Святой Варсонуфий умолк и совершенно и более не давал никому ответов, как говорит в заглаве второго своего слова Ава Дорофей, который по умолкнутии Варсонуфия вышел из той обители и учвездил свое особое общежитие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!